Здравствуйте! Сегодня у нас пятый день эксперимента. 24 января 2016 года. На дворе сейчас минус 6 градусов, 21-28. Мы сейчас будем тестировать дополнительные отопления в детской комнате. 11 квадратов, девятиэтажки, пятый этаж. Будем тестировать конвектор. Самый знаменитый конвектор Атлантик F117 серия. 1 кВт мощности. Вот сейчас я вам покажу. Вот. Только вот 1 кВт мощности. С механическим терморегулятором. Вот здесь вот. Его нужно ставить немножко от пола вверх. Ну то есть где-то 10-15 сантиметров хотя бы чтобы было от пола. Поэтому я временно установил их на такие вот книжечки. Вот. Ну и конечно же отражатель. Так. Сейчас тестируем сколько у нас дает центральное отопление на момент вечера. Так. На момент вечера у нас показывает. Сорок один и три. Сорок один и один. Сорок и девять. Сорок и девять. Ну в общем сорок один максимум. У нас дает центральное отопление. Температура поверхность стены сейчас замерим. Наружная стена четырнадцать с половиной. Так. Здесь маленькая моя играется. Так. Внешняя стена с теплой соседкой девятнадцать и четыре в районе окна. Так. Давайте еще померяем еще одну наружную стену с лоджией. Восемнадцать и восемь. Так. Пол у нас семнадцать и шесть. Потолок девятнадцать. Так. Рабочая зона. Вот у нас рабочая зона. Как бы возле кровати. Замеряем сейчас температуру поверхности кровати. Двадцать и восемь. Двадцать и один и один. Постель девятнадцать четыре. И вот там вот возле холодной стены. Видите разница, да? Семнадцать с половиной. Температура постели. Ковер. Шестнадцать и шесть. Так. И влажность. Влажность сейчас в комнате в районе кровати. Показывает нам. Тридцать семь процентов. Двадцать и четыре. Температура воздуха в районе кровати. А кстати на терморегуляторе сейчас показывает. В районе розетки. Розетка у меня ближе к окну. К лоджии. Лоджия кстати засеклена. Вернее лоджия не засеклена. Вот. Деревянная обычная. Здесь двойной стеклопакет. Двадцать и два и три. Сейчас температура воздуха. В районе розетки. Вот. И мы замерим, что у нас будет на утро. А пока подсоединим наш наш конвектор. Посмотрим на его потребление фактически. Что сейчас в сети делается. Итак. Приключили конвектор. Вот у нас время пошло. Вот вторая секунда. Так. Что-то на что-то не работает или что? Ага. Терморегулятор. Сейчас выставим на терморегуляторе температуру. Видите. Значение сейчас 23. Он в принципе стоит внизу и в начале комнаты. Где идет поток немножко прохладного воздуха других комнат. У нас там как бы по коридору немножко гуляет воздух. Хотя другие комнаты теплые. Вроде как. Ну давайте поставим тогда 24. Вот здесь снизу. По идее сверху у нас будет ну на 3-4 градуса больше. А может даже на 5. Ну пускай будет где-то вот 24. Вот. Так. 24. Режим здесь солнца. Вот. Красная лампочка засветилась. Возможно даже 23 нужно выставить. Заветилась. Это режим эко был. А сейчас режим солнца. Это по-моему максимальный режим. Так. Вот. Если еще рассмотрим. 23. Вот. Ну и сейчас смотрим что же он у нас потребляет. Ага. Здесь показывает интересно. 760-730 ватт. А потом спадает на 1.7. Ну еще я этот по идее он сейчас снова отключился. Не работает. Еще конвектор не совсем выучил. Давайте посмотрим пока на сеть. Значит у нас сеть сейчас показывает напряжение 210 вольт. Немножко меньше. Чего положено. Сейчас конвектор не работает. Видим. Да. А вот снова пошел. Снова работает. И пока работает. Смотрим что у нас по мощности. 761 ватт. Мощности киловатта он не выдает сейчас. Возможно это зависит от режима работы конвектора. А возможно от сети. Вот сейчас снова отключается. Видите. Да. Давайте мы тогда выставим немножко больше температуру. Немножко слышно что уже гарь от него идет. Он уже скажем так уже год работает. Может на тенны поприлипало чего-то. Ну давайте вот 24 выстоим. Ну и конечно же я влажное полотенце повешу. Потому что чувствуется немножко вот у него запах кари. Не так сильно, но чувствуется. Вот снова лампочка включилась. Видите, да? Пока включилась смотрим опять. Да. Пока киловатта нету. Ну в общем среднее потребление получается 760 ватт в час. Ну и утром мы продолжим свое видео. 25 января. Я должен был снять видеоотзыв утром. Насчет того, как нагрел конвектор. До обогрел вернее. Это вот комнату. 11 квадратов. Но к сожалению не успел это сделать. Комнату проветрили. Без меня. И получается, что я только вам могу показать с первого дня конвектора. Эксперимент только в плане потребления. В плане потребления конвектор проработал где-то приблизительно 12 часов. Вернее был включен 12 часов. И если посмотреть потребление. Так он проработал. Он был включен 12, а проработал 10 часов. И дал потребление. А, извините. Кстати, 8,3. Это у нас по кислому газу. Это много килограмм. Дал потребление 8 киловатт 322 ватта. За 10 часов работы. Видим, что средняя, значит, у него была мощность 830 ватт. Вот в час. Что еще? Еще мы заметили такое, что нужно было бы, нужно было поднять температуру на терморегуляторе. Все-таки терморегулятор внешне мы подключили. У него есть свой терморегулятор, но он как-то так странно работал. Он очень часто выключался. Вот этот вот. Поэтому я его установил на 25-26 где-то. 25 градусов. Вот в такое вот положение. На ночь. Вот. Режим выбрал вот это вот солнце. Чтобы он у меня всегда максимально включен. Здесь я выбрал температуру 24,5 максимум. Температуру воздуха в термостате розеточном. А нижний диапазон на 24 было. Так, сейчас, секунду. Вот. На 24. Так, чтобы вот там вот в углу, где наружная стена холодная, более-менее было комфортно. Ну, честно говоря, до 4 ночи было здесь стоило на 23,5. Так, здесь не было комфортно. В 4 ночи мы здесь выбрали 24,5. И уже более-менее, ну, на градус подняли, и более-менее комфортно. Было в районе кровати, вот именно под наружной стеной. Сегодня мы сделаем новый отзыв. Посмотрим уже все показатели. Ну, и в данный момент я внесем табличку. Пока, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ждите новых отзывов.